Продолжается реконструкция центрального парка в Люберцах. Напомню, работы по благоустройству этой территории начались в конце сентября и активно продолжаются до сих пор. На этот раз проинспектировать состояние объекта приехали глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий и депутат Московской областной думы Игорь Каханый. В это трудно поверить, но уже через месяц здесь можно будет гулять и наслаждаться природой. Первый этап реконструкции парка завершится 15 ноября. К этой дате территория серьезно преобразится. Здесь будут по-новому проложены сети, освещение, будут фонари. Мы поставим здесь лавочки самые разные. Здесь будут и детские спортивные площадки. Кроме этого, в парке появятся яркие клумбы. В рамках второго этапа реконструкции, он выпадет на следующий год, планируется обновить входные группы и навести лоск в парке. Владимир Ружицкий отметил, что работы выполняются в срок. На вопрос о чрезмерной вырубке деревья в ходе реконструкции глава ответил однозначно. Это сплетни, слухи, что не соответствуют действительности. Здесь сумасшедших нет. Здесь нормальные люди, которые ценят и себя, и свое время, свою работу. Поэтому вы мне покажите хоть одно дерево, которое кто-то спилил, срубил. Здесь, если есть, то это старые аварийные деревья, кустарники, которые, в принципе, эту территорию не украшают. Поэтому мы пытаемся навести порядок. Проинспектировать ход работ в парке сегодня приехал Игорь Кахан и депутат Московской областной думы. Увиденным остался доволен. Центральный парк должен быть в некой зоне притяжения. Для того, чтобы он был в зоне притяжения, людям должно быть приятно в него заходить. Люди должны получать удовольствие. А удовольствие от чего в парке получаешь? От воздуха раз, да, от красоты два. И вот сегодня делается как раз таки все для того, чтобы это было не просто воздух, а чтобы было еще красиво. Добавлю, что реконструкция Центрального парка проходит в рамках федерального проекта «Городская среда». Его цель – создание благоприятного современного городского пространства путем комплексного благоустройства дворов, парков, улиц. Кроме того, проект направлен на поддержку инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства городов. В Люберецком округе в рамках этой программы уже обустроены 69 дворовых территорий. Проходит реконструкция Центрального парка и пешеходные зоны на нечетной стороне по улице Смирновская. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.